Всем привет, меня зовут Игорь, я являюсь заместителем генерального директора компании Linus. Компания существует на российском рынке с 1993 года, является официальным дистрибьютором торгового маркеткемпера. Компания представляет собой команду сильных профессионалов, знающих рынок паяльно-газового оборудования, что показали результаты, которые мы достигли на сегодняшний момент. Эти результаты говорят сами за себя, это представлены в самых крупных DIY сетях России, таких как Косторама, Краута, Максидом, Петрович, Сатурн и так далее. Очень много региональных клиентов, склад компании находится в городе Санкт-Петербург, там же где находится и офис. Чем мы гордимся? Тем, что продукция всегда есть в наличии, что говорит о том, что с нами можно работать. Хочу сказать, что на сегодняшний момент мы являемся лидерами в своем сегменте. Сегмент – это паяльно-газовое оборудование, именно в разрезе паяльных ламп, газосварочных постов, мини-газосварочных постов, к которым мы потом дойдем, и кровельные гады. Сейчас я вам расскажу о компании Кемпер, откуда они появились, с какого момента они существуют. Компания существует очень давно, с 1953 года. Компания представляет собой семейный бизнес, уже шестое поколение руководит данной компанией. Дистрибьюция торгового маркет-кемпера осуществляется в более чем 120 стран мира, что говорит о качестве продукции, о надежности продукции и о том, что действительно этим можно заниматься. Как я сказал, так как мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами, и все права продажи первичные есть только у The Online, то мы знаем вдоль и поперек всю продукцию и являемся экспертами в этом сегменте. Сегмент у нас непростой, это в основном группа B, сопутствующие товары, но нам удалось занять лидирующие позиции, что грехотарить. Мы занимаем первое место в этом сегменте и не хотим останавливаться дальше. Важным отличием, помимо качества и надежности нашего ассортимента, является широкая линейка, что видно из видео. В нашей линейке есть любительские парельные лампы, полупрофессиональные лампы, профессиональные, мини-газосварочные посты, кровельные горелки, газовые шланги, конечно же баллоны, китовские наборы различные, бытовые паяльные лампы, туристическое направление и так далее. Сейчас в следующем видео я более подробно расскажу о... Температуру мы разбили наши лампы на классы 1200, там, 1900, 2400, 3300. Но для того, чтобы вам было понятно, мы сделали такую более бытовую классификацию, это любительские полупрофессиональные, профессиональные посты, да, отдельно выделили. Для того, чтобы в дальнейшем презентации вам было четко понятно, вы не цеплялись к каким-то цифрам, температурам, да, а это уже будет в самом названии. Если мы будем говорить о любительских профессиональных лампах, вы будете понимать, что себя в это включает и так далее. Касаемость самой классификации, как я сказал, мы назвали любительские полупрофессиональные, профессиональные. Не стоит цепляться к названию, да, так как в классе любительские есть профессиональные лампы, которые пользуются специалисты, занимающиеся обвязкой котлов и так далее. Поэтому данные названия являются больше номинальные для того, чтобы разбить по классам. Сейчас я вам расскажу, в чем отличие газовых поляльных ламп от бензиновых. Это очень важно, потому что с давних времен всегда были бензиновые поляльные лампы, все их видели, мы распечатали, у нас не оказалось вживую, потому что совсем они древние, но они есть на российском рынке, да, и мы сделаем несколько сравнений, да, фактов, в чем же плюсы газовых поляльных лампы от бензиновых. Во-первых, самое одно основное и важное, все-таки мы работаем в сегменте профессионалов, полупрофессионалов, любителей, это все люди, которые занимаются разными лампами работ, это температура пламени. У бензина максимальная температура пламени до 1000 градусов. У нашего базового баллона, до которого мы потом дойдем, до 1200 градусов. Дальше, что касаемо стоимости. Многие говорят, что, да, ну, конечно, бензиновая лампа, это экономически выгодно, да. Нет, на сегодняшний момент литр бензина стоит порядка 32-35 рублей, да, а один литр, как мы все знаем, на это примерно час. Если мы перемножим, проставим математикой, то стоимость газового баллона минимального 11-20 даже дешевле, чем литр бензина. Но при этом вы получаете температуру пламени до 1000 градусов, до 1200 градусов. И еще ряд преимуществ. Каких, сейчас я вам расскажу. Очень важное преимущество бензина газовой паяльной лампы от бензиновой, это то, что газовую паяльную лампу можно подкидывать, кидать, возить в машине. Бензиновую лампу нельзя. Нельзя кидать, нельзя переворачивать. Она выглядит не очень красиво. Вот это, на самом деле, резервал, куда стекает бензин. Да, она всегда идет в полиэтиленовом баллоне, в пакете. Для чего? Она всегда жирная, грязная, да. И если вы профессионал, занимаетесь там, не знаю, просто не хотите испачкаться, вы будете брать перчатки, тряпки, протерять. Важное отличие газовой паяльной лампы от бензиновой, это безопасность. Не секрет, это подтверждается документациями, такими как Миланский сертификат безопасности и так далее. Газовый баллон может храниться на температуре до 50 градусов. Бензин очень взрывоопасен. Многие предприятия в России отказались от бензиновых ламп, потому что было несколько случаев, да, больше, там, десятка, двадцати, мы искали, где за счет того, что бензин очень воспламеняемый, он вытекает, как я сказал ранее, испаривали лампы, были взрывы, соответственно, не знаю, с летальными, не с летальными исходами, да, но это очень опасно. Поэтому все предприятия, которые занимаются паяльным оборудованием, они применяют его, они перешли на газовый. Очень важно отметить, что газовая паяльная лампа работает в несколько раз дольше, да. Дальше мы дойдем до этого, допустим, если паяльная лампа работает на вот таком газовом баллоне, время работы до пяти часов. Как я сказал, что в основном бензиновая лампа работает один литр равен один час, соответственно, в среднем лампы литровые или полуторалитровые, то есть, если вы согласились работать на бензине, вам нужна очень маленькая температура, то на обычной, там, средней полупрофессиональной лампе вы можете работать в пять раз дольше. Это очень важно, потому что вы экономите время, деньги, свою безопасность, да, отвечаете за это и так далее. Сейчас вашему вниманию я представлю любительский класс, как мы его назвали, температуру пламени до 1200 градусов. Любительский класс включает в себя такие паяльные лампы по артикулам, как 2018, 2019 и 775. Сейчас я расскажу, в чем отличие. На самом деле лампа очень уникальна, по нашему анализу продаж она входит в топ-10, что же она из себя представляет. Это ударопрочный пластик, который действительно прочный, да, что показано, можно провести эксперимент, и он действительно выдерживает большие нагрузки. Это важно, потому что данная лампа может упасть, на нее может упасть, да, и есть пример из дешевых пластиков, когда кожа просто разлетается надпалом. Это эргономичная ручка, удобная, да, с резиновой вставкой, что не дает возможности скользить, да. Это запатентованная система от выпадения баллона, написано даже слово патент, да, которая не позволяет выпасть баллону, когда он закреплен в кожухе, да. То есть происходит, когда вы накручиваете баллон, вставляете, фиксируете его в лампе, далее прокалываете сам баллон, идет характерный щелчок, да, и в тот момент, когда вы закрутили баллон невозможно вытащить из лампы. Это важно. Для чего это нужно? Потому что, когда вы работаете, либо лампа висит у вас на ремне, либо она валяется у вас в строительной сумке, либо в багажнике автомобиля. У, скажем, взрыванных наших конкурентов, да, есть системы резьбовые, есть система, которая защелкивается, и если случайно по какой-то причине резьба начнет раскручиваться или случайно кто-то надавит, баллон может выпасть, разойдет рассоединение, баллон одноразовый, клапана безопасности в нем нету, да, на одноразовом баллонах, и газ выходит. Если рядом какой-то очаг воспламенения есть, то, ну, есть возможность того, что газ взорвется. Кемпер все это предусмотрел, поэтому сделал запатентованную систему от выпадения, ее можно кидать, раскидывать где угодно, выпадение баллона не произойдет. Также хочется отметить, что на лампе латунное сопло, что делает лампу очень надежную, потому что действительно компания следит за своими тенденциями, за тем, куда идет рынок, и, наверное, ежегодно делает какие-то изменения, дополнения, улучшения в каждой из позиций. Это очень важно, потому что даже такой инструмент, как правильная лампа, она должна отвечать, если на сегодня 2015 год, то все-таки хочешь, чтобы модельный ряд был 2015 года, а не 1980 год, да. Для этого компания должна вкладывать, и действительно нам приятно заниматься вот таким вот продуктом, где смотришь, если это сегодня вышла, модель телефона новая, то действительно она новая, да, также и здесь. Следующая модель, да, лампа 2018 не имеет пьезоподжига, то есть это для тех, кому действительно непринципиально нажатие кнопкой и для того, чтобы зажигалось пламя. Мы, в проявлении небольшого исследования, нужен или не нужен все-таки пьезоподжиг. На самом деле это то же самое, что курите вы или не курите, если у вас зажигалка или нет. Мнение разделится четко 50 на 50. Кто-то скажет, да мне он не нужен, кто-то скажет, очень удобный. Лично для меня, да, я использую пьезоподжиг, это наша позиция 2019, аналог 2018, совершенно идентичный, такой же ударопрочный пластик, запатентованная система, латунное сопло, регулировка пламени на рукоятке, что делает очень удобно в момент работы, вам не надо никуда ее ставить, для того, чтобы сделать пламя больше и меньше, да, и у вас имеется пьезоподжиг. Просто вы нажимаете кнопку, включаете подачу газа, и пламя зажигается, да. Работаете до 4 часов с этим баллоном. Баллон действительно очень доступен, это технический бутан, температура пламени до 1200, как мы уже с вами поняли, что это, мы его назвали любительский класс, да, температура до 1200, но в отличие от бензина, у которого до 1000 градусов, да, имеют большое преимущество, да. Соответственно, какие еще есть отличия? Есть еще лампы 775, это та же 2018-2019, только металлическая. Для чего нужен металлический корпус? Кто-то любит и считает, что металл, конечно, более надежен, чем пластик, в связи с этим компания Keper сделала металлический корпус, поэтому в нашем ассортименте три паяльных лампы, аналоги 2018-2019 и 775. Это без пьезоподжига, это с пьезоподжигом и металлическая. Как я сказал, все они работают на прокаломых газовых баллонах, состав газа технический бутан, температура до 1200 градусов, время работы до 4 часов. Есть два, две разновидности такого баллона, артикул у нас он называется 1120, это обычный баллон одновязовый, который можно один раз проколоть и больше не вытаскивать, и баллон StopGasSystem. В чем заключается система StopGasSystem? В том, что вытаскивать его можно сколько угодно раз. Для чего? Кому как удобнее. С точки зрения работы, естественно, вытаскивать баллон постоянно не нужно, но есть европейская система безопасности, которая не разрешает использовать обычные газовые баллоны. В связи с этим компания Кемпер сделала баллон GasStopSystem. А также, чем удобен вот этот баллон, у нас идет артикул P-807, что его можно использовать со сведительными лампами, которые также можно после паяльной лампы этот баллон можно засунуть туда. Ну, в зависимости от того, как угодно. То есть, в резюме, есть два типа баллона StopGasSystem и обычный баллон. По цене примерно в два раза. Также хочется сказать по поводу применения данного класса, любительский, да, в чем заключаются основные особенности. Так как температура пламени здесь до 1200 градусов, соответственно, оно включает в себя пайку, пайку мягких металлов, да, в основном это медь, температура плавления меди до 400 градусов, здесь 1200, соответственно, совершенно комфортно работать данной паяльной лампы. Также, а, ну, хочется отметить, что многие считают, что на этом все применение и заканчивается. Это большой минус людей, которые не знают вообще, что такое паяльная лампа, да. Спектр применения очень обширен. Как я сказал, это пайка мягких металлов, да, это снятие стали краски, это снятие напольных покрытий, разморозка замков, прикипевших ржавых соединений, болтов, разогрев масла двигателя, очень обширенно применяется в кулинарии, мангалы, шашлыки, незаменимая вещь, и так далее. Охотники покупают для того, чтобы опаливать дичь, но это все, конечно, весело, это можно пересчитать намного-много-много-много дальше, но, конечно, основное применение это строительный инструмент, да, как я сказал, это пайка, это снятие, разогрев, очень важно, потому что данная паяльная лампа, как мы потом увидим, может использоваться как и кровельная горелка, которая работает в труднодоступных местах, да, потому что не всегда удобно работать большой кровельной горелкой, так и снятие вот этих прикипевших покрытий, можно было, если здесь испортить пол, то мы бы показали, да, потому что все сталкивались с тем, что сложно очень открутить какой-то болт, сложно...